Дух Святой Дух Святой самый верный свидетель Он самый верный свидетель Я прошу тебе Дух Святой свидетельствуй каждому Чина магия долю рэпи, чина мага долю рэпи Искориняй всякую ложу Искориняй всякую неправду Искориняй всякая слова, которая была сказана не в духе Божьем Искориняй всякая слова Искориняй всякая слова Чина магия долю рэпи, чина магия долю рэпи 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что невозможное Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы жили, а как хотели, так не могли. Сколько в твоей моей жизни невозможное стало возможным. Потому что в жизни есть святылище, в жизни есть место святое святых. В твоей моей жизни есть место духу святому. Аминь. У нас всегда должно быть хорошие настроения. Если его даже нет, все равно говори, оно должно быть. Может быть, ты говоришь какие-то обстоятельства. Я себе говорю какие-то в жизни обстоятельства. Возможно, ты говоришь, что это всегда в хорошем настроении. Не является это либо каким-либо диагнозом. Ну что для нас важно? Мнение, авторитет, слово Божье. Оно говорит, радуйся. Радуйся. И еще раз радуйся. В Господе Иисусе Христе. Аминь. Аминь. Дух святой. Святая сгарс. Он optimист. Винчер оптимист. Кто-то видит стакан. Кадрадз глази. На половину пустын. Пустукс. А кто-то видит стакан на половину полно. Пустын. Пустын. Аминь. Аминь. Вот Дух святой оптимист. Святая сгарс. Он на негативу не подсаживает. Винч из негатива мус не усседина. Приболел. Саслими. Говори здоров. Саки асвеселс. Болезнь, говорит, ты больной. Слимим, сак, ты ес слимс. Болезнь, говорит, в твоей жизни будут последствия. Слимим, сак, тава дзиве бус секас. Пророк земной, говорит, врач. Так, так, так и так. Наш лечащий врач и семейный врач. Дух святой. Аминь. И мы открываем Слово Божие и записываемся к Нему на прием. И приходим святое святых. Он влечет на свое присутствие. И то, что невозможно человеку, возможно Богу. Библия говорит, ранами Христа мы исцелены. Он взял все наши болезни. Если не веришь ты в это. Я вот получил откровение. Есть вещи, в которые я не верю. Не хватает сил. Бывает так. Но Библия говорит, по вере твоей дано будет тебе. Вот есть вещи, не верю. Ну как, в глубине где-то верю. А фактически не верю. И знаете, Библия говорит, по твоей вере быть. Я понял. Мне надо найти человека, который верит. И быть рядом с таким человеком, который бы помог мне верить. То, что, возможно, я сегодня не могу верить. Аминь. Чья это вера? Согласись, ближнему всегда легче верить. Чем самому себе. И мы собрание святых. И Библия говорит, все возможно верующему. Как классно, когда ты окружен верующим. Я могу сказать, как апостол Павел. Как апостол Павел. Я, конечно, не апостол Павел. Я, конечно, не апостол Павел. Он говорит, моя проповедь Евангелия не в словах мудрости человеческой. Моя евангелия не в словах мудрости человеческой. А в явлении проявления присутствия Божьего. Дева клава бутна с изпаусмой и спеком. Представьте, сколько у пастера Алексея мудрости. Садитесь, прихожая, цик Алексея масты, там ир гудрости. У меня столько нету. Моя надежда это присутствия Божья. Чтобы Бог был на этом месте. Аминь. И мы верим. Библия говорит, что единодушно были вместе. Мы соглашаемся верить, что мы в доме Божьем. Мы соглашаемся верить в присутствие Божья. И Бог на этом месте. Аминь. Хорошо. Проповедь, она называется, то, что невозможно человеку, возможно Богу. Тас, кто не успеет человеку, успеет Деву. У нас церкви в Кингараксе. У нас два или три месяца были семинары, ученики, коучи. К нам постоянно прихожала пастера Алексея. У нас прихожая, сейчас тема поминялась. И у нас с семьей. У нас в конце у нас дискуссии. У библии дискуссии. Такие вообще вопросы без комплекса. Яутаем без комплекса. Знаете, есть такие вопросы. Есть вещи, которые нам стыдно или страшно спросить. Каунс или бриезмий под паялтам. А есть вещи, которые нужно прояснить. Курс ваиде паскайдрот. Познать истину, истинно сделать вас свободным. Я пазиси от патесы, патесы, дарись у вас бривус. Парой мы не имеем наличие ответа. Бривзе мусы не отбивус. Это является каким-то формой рабства. Мы не ощущаем из себя до конца свободно. Ну и мы, пастору Алексею, как оно и надо. Слава Богу, что прилетает назад. И прилетает назад ответы. Прилетает назад прояснение. И вы видели, вы были свидетелями. Ни одна, ни две, ни три свадьбы. Прикосочетание благословения было на этом месте. Сейчас у нас тема – это свясть поколение. Чера у нас было свясть поколение. Я ее не буду рассказать. Она интересная. Мы самые благословенные. Кенгаракс. Я знаю, что ты для себя, ты самый благословенный. А я для себя самая благословенная. Можем с самой лучшей церковью. Самая лучшая прославление. Самые лучшие братья, сёстры, служения. Аминь. Как и для тебя. Для тебя какая жена? Самая лучшая моя жена. Аминь. Самые лучшие дети мои. И это нормально. И вот у нас связь поколения. И я так рад, что наши дети видят нас служащими Господу Иисусу Христу. Что у наших детей здесь откладываются, что мы народ Божий посещения церкви. Вы думаете, что наши дети маленькие приходят подростки, что в их жизни не происходит, и церковь не влияет на их. Я человек, который служил многозависимым людям. Я вам хочу сказать, я слышал много свидетелей, дети, которые были в христианских лагерях. Вот у меня тоже вопрос. Ману ария утопад. Лагерь. Нометне. Такое слово есть лагерь. Знаете, арестанти называют тюрьмой лагерь. Арестанти называют тюрьмой лагерь. И сизой палетел по лагерям. Такие песни. И такой детский лагерь. Какое такое, как-то надо помягче что-то такое приятнее, чтобы на слух падало. Служители детей, пересмотрите слово лагерь. Какое-то более такое. Это оно уже устаревшее такое. И я знаю много свидетелей, когда дети были в христианских. Где? В христианских кемпах. Раньше приезжало много миссионеров в 90-е годы. И они там были месяц. И представляете, даже не осознавая того, что там происходило, через много десятков лет, то, что они получили там, оно сработало. Они пришли Господу Иисусу Христу. Я слышу много свидетелей, которые говорят, на меня повлияло взрослом возрасте то, что я был в детском кемпе. Ничего на этом месте бессмысленно не происходит. Аминь. И связь поколений. Наши дети, они благословенны. Я благодарю то, что у них здесь откладываются хорошие впечатления. За то, что они будут потом, когда вырастут, это из памяти не вырвать будет. Аминь. Слава Богу. Давайте благословим Господь. Благослови наших детей по имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, вернемся. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Местописание. Луки 18, 27. Можно не открывать, мы же верующие. Варят не отверт, что ты чесать тицим, человеки. Там написано, но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Кас человекам не успеет, это успеет Девам. Тур иракстит. Знаете, давайте начнем, посмотрим возможности человеку. Людей, не нужно их перенебрегать. Согласитесь, много возможно человеку. Пекрит, дауды, есть успеем с человеком. Сколько мы видим научных открытий, это труд человеческий. Это трудоголики. Das есть по-алит. П equipoстrol Алексея. Сколько вам вопрос, если у вас вопрос у care. Алексея. Я с 학 на� Podcastа Олегся им у cùng. Сделаю секиу, а мац на арбlijkсей. Трудоголики, кто-то в solveе не про меру. Б feder Die eBay. Ça иρέонется. С rien с тарбой. Wezur, что грани Джинги. Продоголики. И sustainable существует da $1. И тарбого Олега. Вискини пакары. Они по т Carolina арбюга. И這麼 loyal. И видом велиачайших спортсменов. Ти жения и успеха. И мы видим возможности. Мы видим, что ресурсы человека может многое. Аминь. Мы с вами живем в прогрессирующем мире. Люди летают в космос. Мы видим генифлице людей. Илон Маск. Космос на Луну. Человек. Космоса у меня есть человек. И многим могут люди. И многим есть возможности у людей. Аминь. Мы видим технологии. Сколько? 15 лет назад? Когда мобильные телефоны появились? Комни, как он 15 лет назад был. Я с карман занимал. А сегодня мобильные телефоны тебе в машине. На экран выводятся. Ты видишь. Не просто разговариваешь. Ты видишь. И мы сегодня видим. И мы сегодня видим. Многие. Как вот этот. Искусственный интеллект. Это же технологические научные открытия. Аминь. Аминь. Много могут люди. Дали. Даланс спеи. Даланс спеи чилвэки. Мы, я вот паср, Алексей, тоже за ее вопрос. Маск, аминь, Алексей, мусы добавали я. Да. Маск, аминь. Маск, аминь, Алексей, это человек. Умные от природы. Гудрино дабас. Гени. Гени. Рождаются гениими. Дзимс так гени. Ой, они клюст пар гением. Казалось, рождаются. Израдават дзимсы. Не только станоются. Не только клюст. Не говорю, почему одному. Он говорит, что господин одному дал пять талантов, а другому дал один талантов. Я говорю, почему не один дал талантов, а не пять? Почему так надо трудиться, так надо распираться, столько надо тратить силу, а он умным родился. А, это уже гудрис педзима. У него просто прет эта энергия. Ум. Пратс. Аминь. Аминь. У меня так, господи, почему так несправедливость? Сака кунгам, как это не теснение? Алексей говорит, что на небе будешь спросить. Алексей говорит, что на небе уже будет неинтересно. Ну, кому-то Бог дал пять талантов. Ну, кадам девуш пять, кому-то четыре, кому-то три, кому-то один. Кадам вену. И самое, знаете, что, если читать Евангелие, буквально в это вообще вникать, он не сказал, как развивать талантов. Он дал человеку талантов и ушел. Он аизгай. А потом через много времени пришел. Он далеко отнаги. Я хочу сказать, мы все отдаровые люди. Мы все люди с велищайшими возможностями. Мы все люди с велищайшими возможностями. Мы с вами с помощью бренщи. Мы с помощью успеха. Простите, как мы к этому относимся? Ко мы при то изтармемся? Там мы видим, что лима лукава раб. Када шистос лимкайс, скалпс. Лень. Сленькумс. Это лукавство. Таа и вилтий, блик. А правдание. Та и оттесношнан. Это хорошо скрыта и лож. Оттесношнан. Такая у нас природа от лени неизбавишся. Но знаете, сильные стороны, они всегда будут подавлять слабые стороны. И нам нужно развивать свои сильные стороны, свои возможности. Но мы знаем, что все равно, каким человеку не был бы сильным, влиятельным, могущественным, умным. Какие бы он вершины не покорил бы. Какие бы в жизни его не были достижения. Какие бы он не был бы героем, на церковном, что все равно возможности человеческих, они закончатся. Есть вещи, которые невозможно человеку. Аминь. Есть болезни, которые невозможны. Есть болезни, которые вот эти научные медицинские гении, которые от рождения умные. Они еще не изобрели этих. Они вели не изгудроют. Таблетки или касты от болезней. Но мы знаем, это как пример. Но мы знаем Богу. Мы знаем, что Богу даже возможно воскресить человека. Аминь. Аминь. И есть вещи, которые невозможны человеку. И лица, которые невозможны человеку. Это не успеха человеку. Давайте откроем. Отверсим. Местописание. Раксту виту. Или нам откроют. Матфея 15, 19. Матфея 15, 19. Из сердца изходят злые помыслы, убийства, прежде всего любоподиания, любоподиания, кража, лжу святерства и хулини. Там многое, многое другое. Ёнос сирца изъет лауна, дума, слепкави, лаулības паркапшан, нещистива, задзива, непатеса, лецива, заими. Сегодня многие умные, сильные люди. Шоден дадут спецеи. Прогрессирующие люди. Прогрессирующие люди. Которые делают вообще мировые, величайшие открытия. Которые веицы, пасауз мэрогатклаймс. Изобретение. Изгудроимс. То, что позволяет нам жить в комфорте. Которые живут комфортам. Задают вопрос, они нет на него ответа. Откуда берется зло? Откуда берется прокляти? Откуда берется вот эти вот мысли? Злые мысли. Злые помысления. Я не химик, Алексей химик. Я не химик, Алексей химик. Ну, Энштейн книгу, я читаю про Энштейна. Он говорит, что легче изменить свойства Плутония, чем природу человека. Я не знаю, насколько сложно изменить свойства Плутония. Но он говорит, что практически невозможно изменить природу человека. Но мы верующие люди. Мы все пришли к престолу благодати. Мы все пришли к милости благодати. Мы все познали истину. Все темницы, они отворены для тебя и меня. Все, что было невозможно, становится возможно. От этапа в этапе в твоей моей жизни, от веры мы переходим к вере. И может быть, нам не открыты многие технологические какие-то свойства. Но нам открыта правда. Духовная помощь. Это духовно. И мы знаем, кто стоит за злыми мыслями. Кто стоит за злом. Кто стоит за проклятием. Как хочу жить, так не живу. Как не хочу жить, так живу. Ибо во мне обитает грех. Во мне прибывает грех. И мне греха. Знаете, сегодня люди пытаются менять людей. Пытаются поменять природу человека. К сожалению, к великому сожалению. Почему наука, она не сотрудничает с религией, не сотрудничает с церковью, не сотрудничает с Словом Божьим. Тогда на многие бы вопросы пришли бы ответы, как изменить природу, греховную природу человека. Ведь все зло, все проклятие, которое происходит на земле, оно происходит и во главе, и греховная природа человека. Мир падший. И люди пребывают в падшем мире, в греховном мире. И грех царствует и Господь. И оказывает величайшее зло на умы и природу человека. А мы в доме Божьем. Нам повезло. Аминь. То, что стало невозможным, станет возможно. Потому что, когда мы приходим к Богу, меняется наша природа. Природа греховного ветхого человека, она остается в прошлом. И рождается новый человек. Во Христе Иисусе новое творение. Тебе не было волосы появится волосы. Твоя материя останется материя. Твоя тело останется телом. Твой внутренний мир. То, что ты не мог. То, что ты не хотел. Бог меняет помышления людей, потому что Он меняет природу людей, а людям это невозможно. Есть сегодня много разновидностей, психотерапия, психологи, и люди идут и пытаются разбираться с собой, пытаются что-то вылить, потом оно все равно вылазит, потом оно все равно что-то происходит. Почему? Потому что источник зла в жизни человека, его греховная природа, лишь только благодать Божья способна изменить природу человека, сделать человека праведным. Аминь. Помышление. Какие у Бога намерения? Во благо, а не во зло. Аминь. И когда меняется природа человека, меняется намерение человека. Намерение в добро. Аминь. Аминь. И людям невозможно. 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 Эти церкви, почему Иисус говорит, что с целью этой земли, теряет силу, какое ей применение. Церковь почему на вершине? Почему говорит ни вторую, ни третью? Почему Бог называет церковь не хвостом, а головой? Потому что церковь знает истину. Потому что церковь знает правду. И самая лучшая свидетель, что это твой жизненный опыт, когда ты пришел, был тот день, когда ты пришел к престолу Божьей благодати и милости. Когда Бог тебя искупил, когда Бог тебя отчистил. Аминь. Помню тот день. Я помню тот день. Я думал, что я сошел с ума. Серьезно. Нопитно. Знаете, когда мне было такое время, я покаялся до того, как я покаялся до того, как я покаялся до того, как я покаялся духа свято. Ты был не вес святой гортемплей сцентом. Я был низказа спойм. Я был так, что демон, позавлен, ластр, отверт, полезный, рефим, основные мисли. Секи немирение во зло. Я с таким backgroundом. Я человек, слава Богу, он проложил путь к благодати престолу милости Божи. Я не верил. Он верил. Он верил. Рассказов, рассказов, рассказов. Миркшной рацией. У него тут не буди. Я смотрел на его материю, на его тело. И у меня вот такое, знаете, смотрел его по телу и мое представление. Но его уст, его сердце, его энергетика, оно излучало другое. Поведала милости. Говорит, одна молитва. Я за наркотиками шел. 20 шагов. 20 со�льс. Как я произнес это молитва. Я выкинул все. И мне с того момента до сегодняшнего, для меня самая величайшая, вообще необъяснимая, мне этого не хочется. Мне этого больше не хочется. И одна молитва. Виена лукшана. Аминь. 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 Музыканта нашу, как пасту. Он называет маэстро. Алексей у него, конечно, такие замашки аристократические. Королева, маэстро, принцесса. Маэстро, принцесса. Так приятно, да? Так приятно, да? Когда ты, может быть, на работе, что-то не получилось, ты что-нибудь услышал. Кого-ко садзин. Да, там где-то какое-то шептание, да? Кого-каку, турчукстейшн. Не пригоден, не годен. Недарīgs, некам недарīgs. А в церковь приходишь. А граудзи отнāц. Королева. Королева. Аминь. Аминь. Принцесса. Принцесса. Возлюбленный. Iемиļот. Бывает так. Гадас, таща табы. У меня так в жизни бывает. Я попал в злошную ситуацию. Я не знаю, что-то саразит тази ситуаций. И так как я ощущаю Бога, я ощущал Бога. Я ощущал Деву. Я ощущал демонов, которые просто судили. Кур венкаршу тесаи. Я слову Божьи открывал, аминь словами мертвы. Мани варди били мируши. Мене на протяжении двух недель так колбасили. Та моция. Днем. Просто тем мысли нехорошие мысли. Это в церкви. Это в церкви. Будучи в церкви. А ночью, как снятся постоянно кашмары. Как мне кто-то убивает. Как я употребляю наркотики. Кас летою наркотики. Одно страдание. Венс церкви. Знаете, сон. Это то место, когда мы отдыхаем. Когда мы, наше тело, когда мы, наше тело, которое оно перенагрожено, оно должно расслабляться. А ты 24 часа. А ты 24 часа. Вот так вот тебя молит. Я две недели вот так вот. Пошел. В этих муках. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас люблю. Я возлюблен. День, второй день, третий день. Я возлюблен. Как важно знать Слово Божье. Как важно жить откровениями и обитываниями Божьими. Ведь они гарантируют тебе прозрение. Что такое наливение, прозрение? Когда ты не идешь на ощупь. Когда ты попал тимно ту. Когда ты куда-то упал, провалился. Когда ты куда-то упал, провалился. Ну внутри тебя, тебя свидетельствует... Ты возлюблен. Ты возлюблен. Ты возлюблен. Ты возлюблен. Ты возлюблен. Знаете, проходят одна, вторая недели. И в душу начали маленький, маленький лучик. Мазиņш старинш. Божьего света. Диева гаисмс. Его начали останавливаться больше, больше, и света начали поглощать зиму. И Диева гаисмс. Саак априт тумсу. Прокляти. Ластус. Когда ты знаешь, за что тебя любит Бога. Парк ты зимит, по кое тебе Девы мил. Его любовь безусловно. Он тебя любит, потому что ты его творение. Он тебя сотворил. И он тебя за это любит. И он тебя за это любит. Он не отступает. Он не отступает. Он не отступает. И начинает развлекаться. Ты знаешь, проходит три недели, четыре, и вроде бы ты уже в ничтожных обстоятельствах. А уже проповедуешь Слово Божие. Уже начинаешь сиять в этой матье. Потому что тут меняется. Наша природа. Она склонна, как бы ты куда бы с дистанции не сошел. Ты творение Божие. Ты не грешник. Знаете, согрешил, покайся. Ты же знаешь, что сделать с грехом. Зачем жить в чувстве вины. Ходить под этим давлением вины. Библия говорит, всякий, приходящий ко мне, исповедующий свой грех, что делает Господь? Прощай. Аминь. Прощай. Знаете, мой сын, да, что-то сделает, что? Прощай. Прощай, потому что любят. Аминь. И я бы хотел в конце еще сказать за любовь. Что невозможно людям любить так, как любят Бога. Потому что человеческая любовь, она несовершенна. Я хочу обратиться к тебе. Может, ты сегодня сидишь, ты первый раз сегодня тут на этом месте. Я хочу переключиться на тебя, чтобы ты это услышал, чтобы ты это услышал. Библия, которая в семье между супругами. Как милисты, которые дименеются на плавалотием. Да, есть сегодня в современном мире. Музынгага пасаулей. Брак там по расчету. Плаули пет запретин. Таких вот, да, там, кавычках. Иекаблась иллюкш. Ну что, старые, толстые, зато богаты. Поняли, да. Ну, расчета. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да. Ну, правильно, когда у людей правильные, ваторит правильные намерения. они входят в брак и в основе брака создание новой семьи любовь чувство друг к другу это благословение когда дети сочат любви когда ждут когда благословляют это великая радость они когда дети как обременение а из-за ли тела а из-за ли тела что будем делать нижданный ребенок а духовный мир что это мысль это генетика она передается это отверстие и любовь семья она несовершенна я не пропагандирую что мы там несовершенны мы самые благословенные люди то что сочетала небеса не разрушить никто и не что на земле аминь на что сказал бог да не кто и не что мы обречены мы не на проклятие не на проклятие а быть победителем и благословения в первую очередь для самого себя и для всего окружения и любовь она несовершенна она не пропагандирует тогда бы люди не разводились не было бы разводов не было бы разводов если бы это любовь и отношения между людьми было бы совершенно но что невозможно человеку возможно богу бог может растопить сердце аминь дружеская любовь дружеский милстит но и шкадава у тебя все хорошо к тебе все все хорошо друг, брат аллилуйя друг, брат аллилуйя так много симпатии комплиментов симпатии комплиментов так много людей вокруг так много человек апкарта не зуми челли такое не стиверо что а что нибудь в жизни и друзья как шарики лопаются ищизают стираются теряются пропадают уже неинтересно ты неинтересно это несовершенная любовь хотя библия говорит что друг приходит во всякое время и он даже может быть более нежели брат настоящий друг даже может быть более чем твой родственник и когда в твоем арсенале есть такие друзья ты благословенный человек но это несовершенно одна из сильнейших я думаю любви отношения человека к человеку это любовь родители к детям это родственник это родственник я смотрю как у меня жена любит как сио мил думаю меня так любил лоба я так мил как манс бен шучу шучу это разная любовь это есть много мил стива да утро на целье начинается они валяются в постели кружатся обнимаются целуются а а а себе кофе делаю ну я это все у нас классно слава богу на самую лучшую мужу я самый лучшую жену но это несовершенная любовь не было бы брошено детей не было бы сирот при живых родителях ребенок который предоставлен сам себе это сирота даже если у него есть родители я я был предоставлен сам себе при живых родителям в итоге я был отвержен не было бы детских домов не было бы каких-то вот этих ящиков где остав там младенцев это не совершенно но лишь одна совершенно это любовь к Богу к человеку и она меняет природу она меняет суть человек если хотите чтобы она прошивку меняет чиповку меняет святаясь приходит праведность приходит я когда покаялся и смотрел на небо я не мог сдержать слову не мог сдержать чувств оно синее оно не серое если я раньше не на видео людей я стал любить людей даже когда это тебе не выгодно принимать людей принимать да кого были таки молитвы корм бишь таз лук корм за чем ты его прислала мою жизнь как отсут на дизе он говорит ну вторая же запах вас люби лишню ну ка отрез босли я мил сав тувак ка себе паш как ка и ка смай тев ка 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 главная запах он господу богу поклоняйтесь Но есть и высшая заповедь. Вы любите ближнюю, а ближнюю разницу. Аминь. И кто вот эти дают намерения любить людей? Представляете, что такое любовь внутри человека природа? Это изначальный план Божий. Мы были сотворены для того, чтобы любить, для того, чтобы создать этот мир. Но пришло грех, пришло падение, свержение, и пришла ненависть, злость в мир, в нашей жизни, через людей. И сегодня Бог кому-то хочет вернуть природу, изначальную природу, так как Он тебя творил, чтобы ты вернулся в образ Божий. Аминь. Аминь. И чтобы невозможное стало возможным, я обращаюсь к тебе, чтобы ты поднял руку, если ты ездишь сегодня здесь, на этом месте, помолиться вместе с тобой, Аминь. 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 Аааа. Радуйтесь, что больные исцеляются. Демоны убегают. Радуйтесь больше тому, что имена записываются в книге жизни. Земля – это вопрос времени. Небеса – это вечность. Аминь. И можно тогда как-то в твое настроение попадаешь? Давайте возьмем наше приношение. Я читаю разные книги. Такое свидетельство. Книги получил. Человек бизнесмен. Большой бизнес. Лилс бизнес. Он занимается инвестициями. Большие компании зарабатывают очень-очень большие деньги. А жена занимается недвижимостью. Недвижимость по всему миру. И читаю, читаю. Мес ласу, ласу. И там ему задают вопрос. Как они распределяют деньги. Как они науды. И он отвечает. Мы, говорит, женой, у нас есть. Меса арсиев. Такое, говорит, закон. Мус и татс ликумс. Ликумс, что вае. Правила. Ликумс. Мы, говорит, большого своего заработка. Месно лилого спельня. Мы свою десятину, говорит, распределяем по церквям нашему городу. Садалом уз visам, уз раудс пилсетам. Они не настолько верующие, как мы с вами. Можут быть. Как мы с вами задают вопрос. Отличие волны. Как вы инвесторы. Вы же должны деньги делать деньги. Вы должны делать деньги. Мы, говорит, мы с женой делаем. Потому что мы понимаем, что церковь, оно влияет на общество. Как оно влияет? Нравственными вещами. И, говорит, оплачивая программы, помогая деньгами, чтобы церковь делала свое дело, мы, говорит, видим, как общество меняется в нашем городе. Мы видим, как зла преступления становятся меньше. Мы видим, как семей становятся больше. Многих, многих вещей. Нравственные вещи. Нравственные вещи. Пусть нам Бог благословит и вразумит. А еще, Библия говорит, что многие люди будут издыхать от грядущих перемен. Мы входим в отопительный сезон. И мы видим панику в обществе. Потому что кто-то понимает, кто-то не понимает. Такое чувство страха. Библия говорит, что над детьми Божьими взойдет слава Божья. И Библия говорит, что прамятник, он не будет стоять с протянутой рукой. Прамятник не будет нуждаться. И я верю, что мы этот пройдем. Бог нам даст мудрости. Бог даст обеспечить. Аминь. Бог даст сил. И мы не будем жить в страхах. Мы не будем жить в долгах. Потому что так говорит Слово Божье. Божье растет.